Welcome, 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 дорогие друзья. Сейчас показываю нам Stixeya, последнего игрока команды CLG и старого того состава, который в финале играл MSI турнира 2015 года, если не 2014, да, 2015 против SKT, они тогда играли, проиграли финал 3-0, но в MSI вообще очень часто счета такие бывают, 3-0 финальные. Ну и он сейчас вместе со своей командой будет сражаться против команды Optic Gaming, которые идут на данный момент без поражений. Две игры, две победы. CLG, в свою очередь, идет одна победа, одно поражение, если я не ошибаюсь, перепроверю данные, потому что мы все матчи-то не смотрели. А да, CLG 1-1, статистика. Power of Evil на мидлейне Stixeya на роли, а De'Kerry by Frost ему помогает, ну и остальные игроков вы видите на экране. Долго ты учил английский? Два дня. Серьезно? Ну, как бы, с детства все это идет уже, ничего. Тут нет такого, знаешь, что сел и выучил, как и русский язык. Ну, имеется в виду, что я до сих пор не все слова могу вспомнить вовремя. Всегда надо продолжать учить, 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 учить. Если бы у меня английский был идеальнее, я бы стримил на английском. Это я точно могу вам сказать. Но я думаю, моего уровня хватит, чтобы стримить на английском, но мне не хватит, чтобы стримить комментировать на английском матче. Поэтому я много раз думаю, как мне начать выбиваться на западный рынок, потому что западный рынок, чувствую, будет более благосклонен ко мне, нежели СНГ рынок. И это не касается вас, ребят, это именно рынка касается, потому что зрители и рынок — это две разные вещи. 24 часа сегодня стримишь. Ну, не 24, но да, что-то в этом роде. Что-то в этом роде. Я учу-учу по видеоурокам, с английских комментаторов не понимаю слова, и иногда как каша звучать, не знаю, как исправить. Разговаривать начни на нем еще. Не знаю, я вроде все понимаю, там редкие слова только пролетают мимо. Так ты пиши на твиче, что stream.ru slash angle. Там надо выбирать язык, мань. Там нельзя поставить один определенный язык. Ой, в смысле два языка. Там надо один определенный выбирать. И в этом и есть вся система. То есть если ты выбираешь себе польский язык, ты должен стримить на польском. Если ты выбираешь английский, ты должен стримить только на английском. Можешь там пару слов, конечно, на русском сказать, но в основном ты должен стримить только на английском. стрим то что можно менять постоянно это понятно каждый запуск стрима я могу менять язык это не проблема но имеется ввиду что вот так это будет работать я не могу поставить два языка и заманивать как говорится при этом еще я не знаю заманю ли я говорится зрителя английских может им не понравится как я играю на элизии на евелинке вам же не нравится там вроде было два можно было не не смотри тут видишь вот выбираешь язык и все от выбора языка и второй язык поставить нельзя your content must follow your our gun lines ну и там guidelines написано что если ты выбрал язык то короче ты должен стримить на этом языке такие дела опти гейминги будут играть у нас на синей стороне к цель гашеньки на красной стороне убирают нику а калия трокса оптики убирают чемпион в котором мы привыкли что их банят сона юми и рай остался у нас сайлас об он будет ли сайлас на ферс пике от команды оптик скорее всего да в ответ цель гашники наверно возьмут олафа но так мне в голову приходит олов плюс а калит уже забанена а и реле да и роли еще осталось живых а таки может тогда добавить теги не имеет значения то есть название стрима в общем-то не имеет значения но может не соответствовать действительности так что это все но риск очень большой то есть как бы понимаешь люди они же назвать они злые давай скажем так если я попытаюсь постримить на английском языке пару своих ссылок у стримов от меня люди начнут просто отписываться и я не понимаю почему вот вот что для меня всегда было интересно ты можешь даже сказать что ты все равно будешь стримить чемпионаты на русском они не будут слушать это они не будут слушать не будут читать не будут там хэштег то что говоришь оставить они ничего этого делать не будут они просто будут отписываться такие дела скрепы трещать начинают какие скрепы на чем-то юли будет забанен на 100 процентах игр летнего сплита не а почему мы видели уже и сегодня два раза и два раза она проиграла северка добавляется к сиджуане зая которая взяла команда цлг возможно не будет сейчас дополнять рейканом и скорее всего будет а иначе зачем они вообще ее взяли для того чтобы сейчас взять рейкана ну и после этого по мнению джарвана забирает себе странный ход учитывая что они сейчас просто рейкана бан получит в лицо от джарвана не могли еще сохранить при этом помимо джарвана еще огромное количество есть саппортов которые хорошо могут дополнить рейлю не обязательно быть джарваном рексай тоже с ней классно синергирует скарнир с ней классно синергирует но они решили что вы джарван и все только джарван других чемпионов вигли мы не доверим печалька ну да я про это и говорю поэтому и рискованно он просто взять даже вот мой отпуск я был в отпуске и просто не стримил и и до этого у меня был еще забанен канал но когда мой канал был забанен люди не могли отписаться не знаете что самое интересное пока я был забанен никто не отписался от меня потому что они не могли отписаться от меня но как только меня разбанили и я в этот момент в отпуск уехал за эти семь дней умудрился отписаться 60 человек просто вы больные люди на хрена вы тогда подписывались я вам мешаю что ли в этом списке подписок ваших может ставить статистику на social blade или на любом другом сайте там увидишь люди просто отписывает и так у всех стримеров это не типа то что я особенный всех стримеров происходит что за игра лига легенд то есть стримеру не не постримить неделю от него отписались людей просто чего что вообще в голову как вообще могли прийти к такому выводу да это как чистить корзину на рабочем столе на больные мне кажется такие люди просто у меня вот друг есть со школы он за всю свою жизнь поменял около наверное двадцати аккаунтов skype и фейсбука постоянно создавая новый создавая новый удаляя предыдущий удаляя всех из друзей потом удаляя этот аккаунт и так далее зачем он это делал когда я ему задавал вопрос он всегда говорил что вот надо начинать все с нуля и что ты начинаешь с нуля для того чтобы через три месяца потом все снова это удалить только обижался на мы патоге узнать зачем он это делает за что бан был за моего дома это который некрасиво полемику проводил ну или я может быть что-то сказано но я просто не помню чтобы я на том стриме что-то говорил начал же из чистого листа удалил skype не он удалил skype и создал новый аккаунт skype понимаешь вот в чем прикол удалил facebook аккаунт и создал тут же новый аккаунт фейсбука у меня в итоге сейчас скайпе около 8 его аккаунтов и фейсбуке около четырех его других аккаунтов в друзьях это какие-то реально психопроблемы у людей ну добавил ты уже стримера там не обязательно меня любого стримера добавил я вот добавил стримера вот кто не знает я просто покажу вам извините и после этого будем лигу легенд стримить вот у меня есть список на гудгейме я к ним не заходил уже сто лет манья ладно манья она манья минка она по-моему вообще уже не стримит холли фавра я не знаю стримит она ли у меня в основном здесь девушки парень с классным голосом по сути я заходил на стрим к маши лов и hell girl за все это время только вот еще марвелос есть но и на стрим по моему вообще к марвелос один раз зашел за всю жизнь но они у меня добавлены и при этом посреди больше никого мне не добавлено то что я на гудгейме почти не сижу а если сижу только по главке еще игр стримеров то есть они не фолловлю их понимаете да просто хочу сказать то есть я не пытаюсь я выше себя поставить других людей просто мне кажется так и должно быть добавил 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 какая разница он же никуда не пропадет человек максим петров подарил 50 привет каждый донат отделяет мою поездку на родину ну блин сегодня ты проделал огромную работу спасибо спасибо большое тебе за поддержку канала да сегодня не сильно у нас очень много работы 14 часов мы уже стримим где-то так поэтому немножко уже подустали кс коментит в руха бен нынче кто этот парень с голосом который ну голос у него реально классный будь у меня такой голос зажил бы мы с нашим голосом никуда пробиться не сможем придется все брать своей красотой да несет чушь порой слышь ты обижаешь людей которые не несут чушь ну что ж поехали опти гейминги взяли себе попе на ту плей на си джуани в лес с сайлоса на медлайн и конечно же добавили северку с трешом на бот-лайн любопытно что люкса была забрана специально чтобы не было комбинации север люкса и поэтому треша добавил себе бига убега основные его чемпионы считаются треш плюс маргана плюс конечно же алистар это его любимые чемпионы по и фрос любит дальнобойных чемпионов самый его любимый это с балапом нами если я не ошибаюсь барда он правда не особо играл дальнобойные utility чемпионы вот наконец-то байф рост появилась возможность поиграть на люксе powerful будет у нас играть на реле владимир будет на топе и можно сказать точно по пику что команда целый чуть-чуть идет впереди команды оптик это очень такие близкие сетапы где хороший хок и power of evil потеряет на и на флэш на этом всем да так на это он не догорит победу оптиков и слив от лолх и кто такой лолх и ты про доклу говоришь доклада он сегодня на попе взял считая что он будет играть против реле а в итоге он попал против владимира стоять прицом агресса уходить потом реле будет с ним воевать по проценте ком я бы наверное поставил примерно так оптики проигрывать начало следовательно 55 процентов за команды целга mid game за команды оптик 55 процентов и late game за команды целга 60 процентов наверно так я бы расставил проценте вот тебе еще раз доказывает насколько big хорош на своем чемпионе видели как классно он попал станом еще один хуком попадает к уже по байф росту но к сожалению байф рост успел дать по нему на свою кушку но потерял больше половины здоровья как отмечают английские комментаторы был бы игнать часу докла возможно докла бы сделал убийство на этой люксе но люкса осталась живы выцеливает big еще один час хук но правда байф рост быстрее чем второй уровень уже получит за этого крипанда и отступает эру вместе с бигом подвышку мой любимый докла ну вот сиро торис наслаждайся я болею за контр лоджиков поэтому они проиграет чекайте но посмотрим слгшники обычно любят играть нелогично вся их нелогичность заключается иногда не только в банных пиках которые там пики делают совершенно непонятных чемпионов но и то что они early game прессер чемпионов играет в лейтгейм а наоборот late game чемпионов играет в агрессию потому что знаменитая игра команды целый где они с early game прессером умудрились проиграть команде тсм помните я вам рассказывал уже много раз про это 15 пластин потерять никто так ни разу 15 пластин больше не потерял и не уничтожил кроме команды тсм против команды целый г и также была игра где команда целый г победила команду по моему тимлик если я не ошибаюсь с джинксой и косадином у них джинкс и косадин они выиграли игру за 21 минуту ты просто на это смотришь и думаешь ребят вы нормальные вообще джинкс как бы скелется косадин скелется а вы побеждаете за 21 минуту зачем вы их брали вообще этих чемпионов а джин не появляется на простоне ну во первых все джин мейнера не в америке а во вторых он слабоват получился так вот мета немножко его не задевает зачем краун анну я понял хочет запретить линию просто он не оттягивал крипов он просто ходил вокруг них обычно пытается оттянуть крипов на себя чтобы чуть меньше урона пропустить но видимо крауна было все равно то что он там пропустит на 10 здоровья меньше останется ерунда докла сейчас там пострадал но это тяжелая конечно линия посмотрите какая криптомансия у руины как он мучает бедного доклу забрасывая его заклинаниями и давая потом еще автоатаку после этого и у него там куча уже фляжек на будущее эти флешки ему не нужны конечно же зачем купил копьё калисты просто ради прикола потому что может because i can говорит краун и купил себе копьё калисты может он знает что-то чего мы не знаем об этой игре может копьё можно потом продавать за тысячу золота хороший врыв идет по крауну урону как шикарно делает free power of evil ответочка метеус попытается сделать контр действие но ничего у него не выходит power of зарабатывает убийство соло один в два можно даже сказать крауна победили но краун сам виноват он не среколился когда у него была такая возможность когда он зафризил линию он остался она не потерял еще немножко здоровья пытался дальше фризить линию но и реле его за это наказала но а пришедший сюда метеус ничего сделать не мог потому что у него магический урон и такой же магический урон у крауна а здесь у нас проблема другого уже характера бигли выходит на бутлейн и убивает бедного трэша 2 убийства за команды целые вот тебе и оптики которые стартанули с 2-0 да на английский комментатор говорит что по ходу power of evil пойдет витцент нам повтор показывает видите как пытается он фризит это он фризит все это время он то есть крипы его избивает он мог их затащить за подвышку но он сам виноват зачем он хотел зафризить я так и не понял потому что первый фризинг то уже сделал потерю а мы пропустили с вами другой теперь момент в игре где крауном соло килл сделал против power of evil а я так понимаю это произошло потому что кром получил шестой уровень раньше чем power of evil и ворвался в него power of evil еще 5 а краун его же ультой его и убил к нам это не показали до крон запушил линию power of evil прописал стан сделал врыв тот добивает крипов получать шестой уровень и дает ульту по power of evil до до этого догадаться ты не можешь ты прыгаешь типа просто по крипам думаешь все безопасно тут краун берет шестой уровень и говорит мы приехали друг ты никуда уже не прыгнешь ну краун да кто не в курсе он чемпион мира вместе с командой джинджи так что он уже джинджи сделал чемпионство я ну точно не джинджи он не мог сделать или подождите может он самсунгами сделал краун я он джинджи был подождите самсунге это и есть джинджи я сплю уже ой какой ой все я спать хочу я посплю короче вы меня разбудите концу игры да самсунге есть джинджи никому не рассказывайте я просто ну на секунду перепутал их с самсунгами другими а потом вспомнил что в тех самсунгах краун еще не мог играть старыми самсунгами которые вайт у тебя тоже кстати потом стали джинджи в любом случае у нас вообще получается в корее как бы трехкратный чемпион скт и двукратный чемпион самсунг такая вот интересная история разве фейкер не сливался так против мисфитов от по и было дело было но видишь здесь краун нормально отыгрался уже 70 фарма на 54 на топе вот все еще проблема есть потому что докла 56 фарма против 66 это не ерунда как бы даже не ерунда уже но там еще и тонну золота зарабатывает руин через криптомантию я думал ты не помнишь в каком году не поменяли название не помню это после чемпионского титула почему ты не стримишь для англоязычного территории на страдал бы сейчас не страдал бы сейчас от бедноты снг но вот мы это уже сегодня обсуждали потому что нельзя сразу же два этих делать языка но попробовать соло кустримы можно будет как-нибудь попроводить на английском языке полностью посмотреть на эрекцию зрителей прибавится ли они но это все надо делать как-то дать скоординированно например провести стрим по чемпионату останется какая-то аудитория у меня чемпионата после этого пойду стримить соло куну уже на английском языке какая-то часть аудитории уйдет какая-то останется но у меня будет уже буст сразу же списке тогда английские зрители могут подойти а так если с нуля начинать то и русские не придут и английские не придут сами понимаете да все мои шутки вот эти посмотреть на их эрекцию они могут их не понимать у меня же очень много каламбурных шуток кто не замечает я очень люблю каламбурный черный и юмор ниже пояса а он может не зайти англоговорящим людям вдруг они обиженки у них просто слово эрекшен оно немножко другое означает алексич так было первое время и вообще никто не смотрел да 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 вот у меня есть как говорится конкретный пример алексич он с тем же самым с той же самой проблемой столкнулся потому что там надо было выбирать какой-то определенный язык на твиче такие правила ты не можешь просто стримить на английском языке не поставив язык английский чем связано запретом не знаю такие правила твича поэтому ты должен выбирать типа на каком языке стримишь то что там парочку слов можно говорить на английском или на бан на русском это не запрещено это понятно но основа языка должна быть определенная можно стримить как этот пинг вард поставить типа стрим на английском а на самом деле просто молчать весь стрим правда он однажды решил не помолчать из-за этого забанили коммунити да 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 коммунити будет слово камшот форма элис и так далее 1-2 у нас пока мы ребят тут отвлекаемся с вами на это все вроде хороший старт был команды целга но потом как-то power of evil а убил краун и теперь power of evil из подвышки старается не вылезать и уже потерял более половины этой вышки пластейны перешли туда расставлены были варды чтобы прикрыть как раз ки крауна дальнейшие запуши но здесь вот arrow потерял из-за этого пластину там английские комментаторы говорят два предмета решил краун сразу собирать а вот power of evil уже целый витцент сделал это может быть проблема небольшой чест для крауна сражения но поглядим будет ли этот предмет вообще работать хук ну просто так или не просто так пик как он сыграл минус флэш от вегли еще ультой попадает метиус еще и краун начинает забивать с эти крауна украсть ульту вегли сделать у него врыв через нее же но решил почему-то что она того не стоит а у него ульта на когда прошу прощения почему сиджуани так часто берут нравится она людям но на самом деле она очень хорошо синергирует с бруйзерами на медлайне и на топе потому что это чаще всего ближние бойные чемпионы из-за этого пассивка сиджуани будет работать олеединение плюс хорошая инициация есть и танковость высокая и фэйсчеки можно делать в общем сплошные плюсы минусы только очень много контрпиков у нее а контрпики не так часто берут последнее время к сражению у нас идет где краун зарабатывает первого бисса power of evil cv ульта ничего не добился второе бисса тоже краун зарабатывает биг приходит сюда и начинает кидаться уже хуками считаете 4 2 счет все что смогла сделать команда целка это начале игры заработать два себе убийства но с тех пор больше ничего хорошего у них не происходит матч а почему тогда берут сиджуани они а муму потому что первые два пункта я тебе назвал они касаются только сиджуани хорошая синергия с медленером и топпером из-за того что там брузеры чаще всего стоят из-за того что у нее хорошие показатели для фэйсчек у аму мы таких показателей нет амуму хороший тимфайтер даже получше сиджуани наверно будет с инициации тоже вам ему нет проблем как и у сиджуани но вот остальные показатели у него страдают дау сиджуани три стана и одно замедление а у амуму получается стан стан и замедление все то есть два стана и замедление там говорят не поменяли состав оптики натренировали топперы добились энергии между метеусом и крауном вот тебе результат тут я с тобой соглашусь это вот очень важно понять главному тренеру менеджеру кто там занимается составом у команд когда вы сделали команду в начале первого сплита ну то есть в начале года в январе месяце вы видите ваш состав и вы должны осознать может ли этот состав спрогрессировать если да тем время или не может я понимаю что вера всегда это хорошо надо верить во все команды надо верить во всех игроков вот у тебя игрок я верю что он станет лучше и так далее но это неправильно ты должен конкретно увидеть если перспективу у этого игрока в этом и есть талант тренера и мы видим там некоторых тренеров реально очень талантливых которые примут из алмаза делают бриллиант мы это уже с вами говорили а есть которые из алмаза делают уголь дальше ну и вот можно отметить что оптики как раз это сделали как в общем-то и команда фнк мне очень понравилось как они отработали этот момент учитывая что брокса вместе с немедицем сейчас она соло кушались и в итоге они вдвоем два раза уже фб сделали чемпионате европы посмотрим как оптики дальше будут отрабатывать потому что метеус форму свою не прибавил насколько я вижу но он с маршрутами разобрался теперь с крауном какая-то есть синергия а докла в какой-то веке просто отстал на 25 фарма но без каких-либо смертей а то обычно он просто пока да еще умирает там на топе явно такая проблема у команды была ну и краун мне кажется даже при встал хотя возможно просто пауров вывел ему подарил эту партию но ведь уголь можно разжечь а бриллиантик вряд ли но тоже верно это забирает геральт к вигли за это заходит чужой лес обворовывать здесь красный лес и подумывает о том чтобы зайти к попе сзади но попе сама уже идет на него она догадывается что где-то здесь может находиться джарван здоровья не так много у доклы товар дайв будет очень неприятно если он произойдет а не вигли не пошел туда сразу уходит или не сразу но по варду пробежался теперь уже диссиджуани прикроет если что да ничего не добился а вигли просто побегал за блин можно купить кучу зато угля но ты если ты покупателей найдешь парадоксально но многие вещи которые знаете вот там фильмы говорят о хочу там слиток золота или хочу кучу бриллиантов себе получить фильмах это хорошо в книгах там это тоже можно описать не знаю в комиксах это можно как-нибудь тоже рассказать в песне это спеть но если мы подумаем о реальной жизни вот ты сможешь прямо сейчас продать бриллиант вот у тебя будет бриллиант там с большим каратом и тебе надо завтра деньги но ты за получил только бриллианты вот как в этом фильме например снэч они там этот мешочек бриллиантов был помнишь маленький такой мешочек брену как маленький довольно крупного размера под телефон и там все было бриллиантами заполнено вот тебе его дали и чё с ним делать это надо искать специального ювелира это еще надо сделать так чтобы тебе реально по голове не дали не отобрали у тебя все это надо максимальное доверие я бы вообще наверно сначала один только бриллиант попытался продать ни в коем случае не говорил что мне есть еще продал бы один потом бы уже увидев как это все происходит можно ли этим людям доверять тогда бы подумал о том чтобы продавать дальше вот она проблема то есть понимаешь фильмах это говорят там дико легко то же самое золотом слиток обычное золото там которые в драгоценностях еще кое-как можно продать в ту же самую обычный ломбард сходил там с потерей 30 процентов продаж что делать со слитком то ну слиток у тебя золото путь вот этот 16 килограмм и чё с ним делать пили шура пили они золотые этим будешь заниматься в любое место куда ты пойдешь тебя завора примут откуда взял ты этот слиток а ты бабушка подарила да не станут убивать если будут знать что есть еще ну да так что такие вещи иногда лучше знаешь просто получить деньгами наличными или бы там на карточку считай тоже наличными чем всякие эти бриллианты просто это фильмах я вот чё так парадоксально про это подумал знаете когда захват устраивают эти террористы всякие они там нам пожалуйста вертолет мешок золота и и не знаю там пару бриллиантов и толку вам от них науки приедете вы в свою там зимбабве или куда там страну которая не выдает преступников и чё дальше будете делать с этим золотом с этими бриллиантами проблема большая руина его зажали он пытался улететь на базу но докла не выпускает его уже еще становится 5 2 в этой партии них зато свои каналы сбыта но если только так такой след так нужны документы кстати говоря по моему даже на унцию золота которая специальная продается вот это вот унция золота на нее тоже нужен специальный документ как мне кажется и на бриллианты то есть на них наверно тоже сертификаты какие-то прилагается на каждый камушек драгоценный но сюда же обычная драгоценности которые ты покупаешь которая стоит больше там 100 евро на них тоже выдают документы это все связано с тем что очень мало золота на планете и бриллианты очень тяжело добывать получается за этим очень тщательно следит правительство ребята переплавить слиток золото в двадцать первом веке не составит проблем но тут то наверное это правда но опять же нужен ювелир знакомый который займется переплавкой и будет делать нормальные драгоценности из этого потому что я думаю в домашних условиях ты этим заниматься не будешь о чем мы говорим как мы сюда пришли подождите серьезный вечно стал вопрос как мы пришли к этому к этому пришли мы же стримили лигу легенд почему мы вдруг говорим кровавый алмаз хорошо там все описано да кстати кровавый алмаз медика понравился фильм я считаю оскар дикапри надо было за кровавый алмаз давать вот честно в фильме как он называется нолана блин забыл название фильма но где они в сон падали мне кажется дикапри не так хорошо играл мне очень понравилось как он сыграл квентина тарантино но у него не там не было главной роли и конечно же кровавый алмаз просто шикарный фильм так у нас здесь какая-то войнушка была попытка была убить вигли вигли от флешился ушел в сторону и команда оптик чуть было сама не попалась уже в ответочку от команды целга но спас их биг поставил просто фонарь утащил игрока сам поставил ульту перед этим да inception inception начала нибудь там дикаприо просто был дикаприо не знаю почему людям так то нравится его игра актерская как те остров проклятых хороший фильм именно сам фильм хороший но опять же актерская игра дикаприо там была обычная но я верил что он психопат и так далее но в том-то и дело понимаешь я сейчас полерить буду фильме остров проклятых мы должны не верить что он психопат до последнего а мы весь фильм видим что он психопат мне кажется он там немножко даже переиграл там именно сценарий решает фильм шикарный скажу по чесноку ребят первый раз я его смотрел в постели с девушкой и поэтому он мне не зашел точнее знаете как это говорил не злобен он нам не зашел потом когда я с ней расстался я решил посмотреть этот фильм еще раз потому что мне казалось там есть сценарий а так мы его до конца даже не досмотрели смысле вообще выключили где-то на первом часе но первый час посмотрели там дальше выключили и когда я посмотрел во второй раз я подумал девушки настоящее зло настоящее зло они не дают посмотреть дедушка да да дедушка с дедушкой все был час прелюдия не сначала видимо мы изо всех сил пытались смотреть фильм но нам он не понравился а мне он потом понравился ох какая шикарная ульта crown mvp однозначно этой партии конечно с обворованный ультой power of evil а заходит просто в наглую шо ты двигали и почти убивает by frost за счет своего флэша убегает наконец-то есть профи что девушки зло да понял что в этот день должно зайти только одно да зашло только одно ой до свидания владимир справился метеус со смайтом победил он эту войну и кстати говоря получается команда оптика идет к статистике 3-0 подскажи кто вин но это уже оптики победят я не вижу как целый здесь выиграть эту партию учитывая что лейт-гейм я хоть и ставил за команды целый но он незначительно был за ними и то он поставлен за ними только за счет классных аое ультов но учитывая как отыгрывает оптики это классно актер такой уровень играет именно то как говорит им режиссер сопоставить реакцию актера персонажа джонни сноу джона сноу на после прочтения финал восьмого сезона там эмоции сто раз больше чем за все сезоны а поэтому а потому режиссер дает такую задачу актеру зачастую играть как дерево но тут я с тобой конечно тоже не могу не согласиться очень многое влияние на актера оказывает режиссеры но просто сам по себе фильм inception тот же самый он вроде снимался ноланом из-под нолана выходило огромное количество актеров оскароносных понимаешь да то есть я не думаю что декабрь там чсв какой-то включил решил а нолан не слушать скорее всего просто они вместе решили что такое видение должно быть у этого персонажа режиссеры порной индустрии тоже так делают конечно вы что не смотрели это от дудя по моему это было не это не от дудя было это дай файф топ у них была подборка интервью с порно актрисой российской какой-то и она там много чего рассказывала я даже смотрел видео с ней ладно победа команда оптиков прошу прощения но у нас еще одна скучная игра образовалась на чемпионате они не скучно они односторонние давайте так их называть одна команда начинает тащить начале партии его не упускает ее весь день сегодня так просто весь день я просто с этого в шоке весь день ни одного камбэка как так может быть может мета поменялось может патч 911 без камбэчный минус 2 ингибитора сделают на и нас реколец потом будут идти на дракона и подпушивать уже бот лэйн даже на шор баф им не нужен будет чтобы уже закончить g4 слил игру но тут не было таких прям грубых ошибок я думаю проблема в том что g4 не может ворваться в попе сколько у него применение своим щитом все блокируют подарил 77 давно не было доната давно не было доната ночные донаты самые лучшие большое тебе спасибо червонсик или как-то у тебя никнейм был так вот это в дай файф топе блан я как раз рассказывала что там у них тоже есть сценарий тоже есть режиссер и режиссер постановщик объясняет какие позы занимать и так далее и чтобы ну кадр был лучше как говорится но больше всего мне понравилась и шутка и одновременно правда когда ты это услышал ты понимаешь что блин а ведь это правда почему почти все эти актеры но вы поняли взрослой индустрии давайте так ее называть почему актеры взрослой индустрии обладают такими параметрами и и все подумают но потому что это круто нет ребят это не круто но в смысле возможно это круто суть не в этом а просто по-другому в кадре и видно не будет вот и все банально в кадре видно ни хрена не будет если параметр будут другие так что это просто из-за практики я понял комбачный отпуск ну да но мета в кадре было бы видно так что мне нечего переживать а вот про женщину она не объясняла почему многие из них все так сказать резиновые уже киборги киборг-женщины чего обсуждать такое интересное а че ты проснулся мы обсуждаем то что руин час будет делать ол-ин по эру пытается его убить то что-то как-то урона вообще никакого не нанес уходит джоню в этот момент на развороте до около миссис краун останавливает команду оппонентов экрана и на сейчас ворвется и даст ульту владимира да начнет убивать power of evil уходит джоню на экран спокойненько выживает тоже а вот через авар вот как никто не был того парня 12 2 13 3 да нет 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 не умер у нас северка не умерла северка вообще делать репортацию к ним на базу флешится наперед добивает она заю и 13 2 становится счет игра пользу команду оптик гейминг если будешь сниматься 3 знак и меня наверно по возрасту уже туда не возьмут потому что там ну там другие совершенно схемы там нужна молодая кожа как говорится мы тоже дряблые дряблые вялые чё делать power не реализовал себя power вообще очень странно сыграл он сделал килл соло на линии где ошибся явно ошибся краун потом почему-то сам ошибся умер не посчитав что тут успеть шестой уровень взять раньше а потом просто зажался подвышку по сути отдал вышку на медлэйне очень быстро хотя мог позвать например своего лесника чтобы тот помог вот четыре раза пытался зайти в спину по одной и той же стратегии ни разу не получилось да над ним наверно уже все смеялись согласен с тобой но это наверно связано с тем что врыв джарван не может организовать через попи там должна была люкса попадать своим заклинанием и тогда врыв от джарвана был бы рентабельным а так по-другому никак ну что же идем на перерыв после перерыв будет последняя игра на сегодня ребят и это будет матч fly квесты вру это будет матч клатч гейминги против команды ггс golden guardian statement и кстати golden guardian statement и нашли себе нового спонсора какого я вам расскажу после этого перерыва